В этом видео хочу поговорить о датчиках топлива на старых Мерседесах, в частности на 123 Мерседесе. У меня на моем датчике были порваны нити, я попытался их заменить. Нашел на рынке нити нехромовые, значит толщиной 0,8, 0,4 и 0,1. Ни одна из них мне не подошла, в оригинале вроде как должно быть 0,12. Но при этом там еще бывает разный состав и он отличался от того, какой был в времена, когда наши Мерседесы изготавливали. Или возможно этот состав самой этой проволоки отличается у нас в Германии, сам ГОСТ я имею ввиду. Но в любом случае 0,12 я не нашел и поэтому показания у меня были неверными. Я попытался сюда установить резистор и показания отличались до половины бака и после, и также были неверными. Поэтому резистор тоже временное решение. В итоге я поехал, нашел вроде как рабочий датчик, но с ними тоже были проблемы, из двух собрал один. Но я бы хотел поговорить о том, какие могут быть проблемы с ними и где копать, где искать. Может возможно ваш датчик можно отремонтировать. Итак, во-первых, датчики топлива бывают разной длины, скажем так. Бензиновые и дизельные отличаются между собой длиной, но они взаимозаменяемы. Я собрал себе с дизельного и бензинового один. Одна из проблем, это когда вы покупаете датчик топлива, естественно бушный, потому что новых уже нет. И он стоял в авто, которое долго стояло без солярки. Тогда у нас гайка, которая находится здесь, может заржаветь. Вот как в моем случае, хозяин попытался открутить ее и сломал. Сломал вот этот штифт, вот здесь резьбу. Я попробовал наварить сюда резьбу. Да, получилось, но потом меня совесть замучила. Стоколхоз. И я решил все-таки попробовать этот штифт вытащить. И у меня получилось его вытащить. Я в тисках его зажал, прокрутил вот эту часть. И он оттуда вышел. Я думаю, что его можно обратно посадить на клей. В принципе, я так и сделал. На суперклей просто посадил, и оно там все крепко держится, никуда оно не денется. Вот, так что можно, значит, вытащить штифт, поменять местами, если вдруг у вас такая же проблема. На крайний случай можно нарезать дальше резьбу. Тогда датчик топлива станет короче, но при этом его можно будет починить. Для этого нам надо будет также укоротить вот эту трубку. Плюс она еще вот здесь, значит, немного загибается по краям, и со временем топливо отсюда начинает просачиваться. И поэтому это еще одна причина, в которой можно укоротить трубку. На обычной торцовочной пиле, вот я попробовал на плохой трубке, все, прекрасный рез, отлично, шайбочка вставляется, все нормально. То есть его можно укоротить. Да, тогда будет показывать лампочка, что у вас мало топлива, когда баки останутся от 10 до 15 литров, но ничего страшного. Следующие проблемы, которые могут быть, они связаны с контактами. Ну, во-первых, если нам нужно проверить, значит, контакт между у нихровыми нитями, надо померить сопротивление здесь. Если оно отсутствует, нить поровнует. Если что-то с ней не так, сопротивление будет отличаться от 8 до 60, оно может быть выше, допустим. Но должно быть от 10 до 60, плюс-минус, насколько я знаю. Если контакт между вот этими контактами померить, они отвечают за лампочку. Далее, в нижней части датчика у нас есть вот эта важная деталь. Вот она. И здесь могут быть вот такие проблемы, например. Вот. Вот такой обрыв. Это можно, в принципе, пропаять. Я не знаю, сколько это отработает. Еще у меня была такая интересная проблема. Когда не было контакта между верхней частью, вот этой, и медной основой. Если посмотреть на целом датчике, то видно, что там у нас есть как бы медная шайба между верхней и нижней частью. Вот. Оранжевый цвет видно. И вот у меня не было контакта. Я попробовал нагреть, почистить ничего не дало. В итоге попробовал пропаять. Ну и вот оно работает. Сколько оно проработает, я не знаю. Но это как бы тоже такая проблема может быть. Естественно, здесь все надо чистить, чтобы оно было чистое, чтобы не было никакой ржавчины. Поэтому покупать датчик в автомобиле, который стоял долго без топлива в баке, ну я бы не рекомендовал. Вот еще одна проблема. У меня просто не было шайбы в одном из датчиков. Вот. Вот здесь должна быть шайба у нас. Вот. Вот такая. А тут ее просто не было. Еще могут быть, значит, погнуты вот эти лепестки, которые бегают по этой нихромовой нити. И если они разболтаны, в общем, контакта тоже хорошего не будет. И стрелка в баке будет бегать вверх-вниз. Ну вот и все, в принципе, проблемы, которые могут быть. Надеюсь, мои советы кому-то помогут. Всем всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok